Сахалин продолжает голосовать на выборах президента России. Ещё один участок работает на базе гимназии номер один в Южно-Сахалинске. Вся Россия празднует Масленичную неделю, и мы решили, что это прекрасный повод собраться на весёлую ярмарку. Родители, дети, учителя и даже гости нашего микрорайона сегодня приняли участие действительно в замечательном мероприятии. Кроме разнообразия товаров, которые можно купить, организаторы подготовили несколько творческих выступлений. Их посвятили народам России, а также десятилетию присоединения Крымского полуострова. Это была наша первая такая масленичная ярмарка. Мы для себя, конечно, сделали определённые выводы, но в целом без каких-то масштабных сложностей сопрошла. Людей на избирательном участке не убывает. Одна из тех, кто решила сегодня проголосовать – Ксения Шпартеева. Девушке недавно исполнилось 18 лет, и по её словам, она просто не могла не прийти на выборы. Для меня выборы – это проявление гражданской позиции. И когда ты голосуешь, ты выбираешь будущее своей страны. На другом избирательном участке праздник развернули в помещении. Вероника Голенева, руководитель ансамбля «Сараде», пришла на УИК вместе со своей мамой в традиционном наряде коренных сахалинцев. По замыслу Вероники это показывает сплочённость народов России. Мы выбираем будущее, своё будущее, будущее своих детей. Это для всех, думаю, нужное дело. Мы обязаны прийти и проголосовать. За президента. Да. За наше будущее. По последним данным Центра избиркома общая явка во второй день уже составила больше 36%. Денис Ладзенко, Александр Дзебин, Руслан Ширяев, телекомпания АСТВ.